Добрый вечер! У нас сегодня последнее занятие. Сначала будет уже видно презентация о диалоге, о том, что такое диалог, о чем мы говорили все эти два месяца. Немножко с привлечением научных терминов, чтобы придать видимость и серьезность нашим разговорам. Я шучу, конечно, потому что диалог на самом деле это серьезный метод. Просто вы видите под заголовок, да, объяснять сложно, применять легко. И это на самом деле так. Я очень надеюсь, что в ходе занятий, которые были, мне удалось немножко показать вам, что применять его действительно легко. Ну а сейчас я пытаюсь показать, что объяснять его сложно. Мы об этом говорили, мы, в общем-то, о диалоге не первый раз говорим, о диалоге как методе. Для начала, все-таки я отвечу, чуть-чуть вопросов было из дистанционной группы, но уже по традиции. Ну, тут, собственно говоря, один вопрос о том, чем отличаются группы самопомощи от группы взаимопомощи. Ну, обычно так говорят, группы самые взаимопомощи. Ну, по сути дела, это одно и то же, но группы самопомощи, это может быть, ну, действительно, вот, скажем, в нашем случае после молебна женщины собираются попить чайку и обсудить свои проблемы. Вот это будет в чистом виде группы самопомощи. Там может быть человек, который ответственный за это, может быть ведущий, более или менее обученный. Ну, в общем, так условились считать, что если ведущий вот в группе взаимопомощи, может быть ведущий более, скажем так, ярко выраженной фигурой, более квалифицированный ведущий, бывает в группе взаимопомощи. А так, в общем-то, разницы никакой. Мы сами себе помогаем. Ну, вот то, что представляет собой те группы, о которых мы говорили, ну, это все-таки скорее группа взаимопомощи, если так говорить, потому что мы все-таки все ведущие, и мы как-то стараемся какие-то обрести, как сейчас, вот, эти компетенции необходимые для этого. Спрашивают, планирую ли я участвовать в школе на Увельды, не знаю. Очень странный вопрос, нужно ли рассказывать вообще свои проблемы? Есть же люди, которые любят, чтобы им сострадали. Ну, вот я что-то не понимаю, по-моему, как-то вопрос состоит из двух разных, частей, но люди рассказывают свою проблему, конечно, потому что отчасти именно ради того исключительно, чтобы им сострадали. Это нормально, чтобы их утешили, это тоже нормально. Ну, начнем тогда презентацию, начнем говорить о диалоге. Ну, в принципе, вы помните, что часто употребляли еще такое выражение, как группа свободного общения. Любая группа свободного общения, в общем-то, это группа диалога. Но все-таки есть и метод диалогов, психологический метод диалогического собеседования. И в соответствии с этим методом мы стараемся организовывать общение в наших группах. То, что изображено на слайде, это как раз не является диалогом, не является таким правильным диалогическим собеседованием. Ну, очень, я почему этот слайд такой смешной и страшный привожу, потому что часто люди удивляются просто, ну, диалог, как-то мы сразу думаем, что разговор двоих, вот он и диалог, какой там, собственно говоря, может быть метод. Ну, во-первых, диалог, он вовсе не обязательно разговор двоих, это просто общение людей. Вот, а во-вторых, вот такое вот общение сделало, никто никого не слышит, и как же вот видно, что свое там вгрызается в другого, пытается из него выбросить кусок, и себя туда как можно больше внедрить. Это, конечно, не диалог в том смысле, о котором мы будем говорить сегодня. То есть картинка, она так, отталкиваясь от противного. Ну, определение диалога дать я не смогу, ну, потому что его, наверное, единого просто не существует, того диалога, который мы будем применять. Его можно описательно как-то только объяснить. Ну, начнем с того, кто это учение разрабатывал. Вот началось оно очень давно, как вы видите, это Сократ, который вместо поучения и наставлений, ну, не всегда вместо, но часто он делал так, он подводил своих собеседников с помощью вопросов, он подводил их к истине. Ну, у Сократа часто бывало так, что, собственно говоря, истину-то он, то есть решение проблемы он уже знал, и он человеку просто не говорил ему, что вот это так, а он этими вопросами, на которые можно было отвечать да и нет, только вот как, наоборот, как в игре да и нет не говорите, а здесь только положительно и утвердительно, он подводил к решению какой-то задачи. Ну, тоже это то, что называется сократовским диалогом, это, в общем, мы в эти дебри лезть не будем, нам это сейчас ни к чему, если кому-то интересно, можно про это почитать побольше, все довольно сложно, там есть свои приемы, Син, криза она, криза, и все это так, ну, нам сейчас это ни к чему. Ну, вот, можно привести такой пример сократовским диалогом, вообще, вот, сократовский диалог, это отдельный метод, отдельный, ну, скажем, не метод психотерапии, методика, методика, прием, может быть, даже один, которым пользуются, он вот первый был взят на вооружение психотерапевтами, в качестве примера могу привести вот такой случай, Виктор Франкл, известный психотерапевт, описывает в своей книге разговор с умирающей от рака пациенткой, и этой женщине он должен, ну, поскольку логотерапия, это лечение смыслом людей, людей, вот, мы в прошлый раз затронули этот вопрос, и был еще, пришел один вопрос по, от дистанционных слушателей, поэтому, я думаю, сейчас уместно вспомнить про Франкла, тем более, что мы ведь тоже лечим смыслом, когда мы общаемся с людьми, страдающими алкоголизмом, мы их обязательно лечим смыслом, мы помогаем им найти высший смысл жизни, потому что алкоголик, это как раз тот человек, ну, зависимый человек, который утратил смысл, и он его заменяет суррогатами, но я немножко отвлеклась. Вот, разговаривая с этой женщиной, которая пребывает в состоянии депрессии, в общем, осталось ей совсем немного жить, буквально несколько дней, и она и мучается, и страдает, и он задает ей вопросы, ну, неужели в вашей жизни не было ничего хорошего, хорошее, ну, что в вашей жизни может вспомнить хорошего? Ну, у нее, в общем-то, хорошее такое, оно очень негромкое, она была служанкой в богатом доме, и, говорит, ну, как же, конечно, было хорошее, у меня были прекрасные, вот, мои хозяева, они меня часто водили с собой, ну, дело происходит в Вене, мы с ними выходили в оперу, ходили на концерты, для меня были такие вот настоящие праздники, это, в общем, в моей жизни было много хорошего, он ее спрашивает, религиозный ли она человек, Франкл, в принципе, его методика, она религиозная, но он никогда ее не навязывал, он всегда все-таки применял ее только с религиозными людьми, людям нерелигиозным, он восстановился на концертах, что вот, кто было в вашей жизни хорошего, ну, а как вы думаете, ну, вот Бог сейчас видит вас, как вы страдаете, ну, конечно, он видит, ну, что он от вас хочет увидеть, что он хочет увидеть, как Анна, по-моему, ее зовут, как она переносит страдания, ведь ему же приятно будет увидеть, что вы не плачете, что вы их встречаете смело, что вы сейчас вспоминаете хорошие моменты в своей жизни, ну, он достаточно директивен, Франкл его, так, обвиняли в том, что он слишком настойчиво подводит к пациенту, к решению, к принятию нужного решения, к принятию нужной точки зрения, но я так вкратце изложила этот диалог, конечно, я не могу полностью и по памяти на нем сосредоточиться, но это можно прочесть в замечательных книгах Франкла, которые всем советуют читать, кто не прочитал еще, потому что это в любом случае чтение прекрасное, полезное, и для любого человека, независимо от того, чем он занимается и собирается заниматься. Ну, вот это пример такого диалога, то есть он не говорит женщине впрямую, что ну, как же ваша жизнь была полна, наверняка мне было что-то хорошее, он ее подводит к этим воспоминаниям, что да, ну, вот были у нее эти концерты, были у нее эти добрые люди, с которыми она не один десяток лет проработала. Ну, вот сократовский диалог, в чем-то это бывает и интеллектуальная борьба, когда вот этими вопросами можно, вот, в общем-то, с человеком и спорить, то есть подводить его так, достаточно, ну, как сказать, ну, применяя некоторую силу, то есть эти вопросы, они тоже могут быть как бы из-под вольт, так, задаваемые, но они могут быть и очень такими, ну, опять слово директивные, хочу сказать, ну, не директивными, но настойчивыми такими вопросами, то есть в нужную сторону человека направляют. Ну, сократовский диалог, это отнюдь не есть весь диалог, мы будем говорить, тот диалог, о котором говорим мы, это несколько другое, это учение о диалоге, которое родилось в начале 19 века, и причем оно рождается не у психологов, рождает его, ну, разрабатывает его три человека, ну, в основном, конечно, они другие, отнюдь не психологи, не психотерапевты, один из них литература и вед, это Михаил Бахтин, второй философ Мартин Бубер, ну, да, философ, мягко говоря, не православный, не христианский, но, тем не менее, раз мы говорим о диалоге, то мы не можем не упомянуть, тем более, что в том, что касается диалога, ничего крамольного Мартин Бубер не говорит. И третий, это физиолог Кухтонский, который разработал учение о доминанте. Это Бахтин, он разрабатывал, в общем-то, он был исследователем, ну, помимо всего, прочего, присталем таким исследователем творчества Достоевского, и его, вот, все его диалогические изыскания, они у него все на примерах Романа Достоевского, то есть не с психологической точки зрения, и все его терминологии, которые он обогатил, психотерапии, психологии впоследствии, это все на основе Романа Достоевского, на основе творчества Достоевского. Вот здесь его цитата, «Диалогические отношения явление гораздо более широкое, чем отношения между репликами композиционно выраженного диалога». Именно вот как написано, ну, это с литературной точки зрения он рассуждает. «Это почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение, только чисто механические отношения не идеологичны». Ну, вроде бы, такая простая цитата, но действительно, вот последняя фраза, которая на экране не поместилась, то, что чисто механические отношения не идеологичны. Ну, в качестве примера можно привести, ну, формальное общение, формальный уровень общения, когда вот мы встречаемся, ну, будь то знакомый человек или незнакомый, вот мы начинаем говорить о каких-то вещах, как погода, ну, или просто у человека на улице мы спрашиваем, который час, или мы спрашиваем, как проехать. Здесь нету диалога, здесь есть действительно обмен репликами, вопрос-ответ, вроде бы все построено. Вот он, диалог-то есть, в таком, ну, формальном смысле слова, диалог, нужно записать, получится диалог. Но диалогических отношений здесь нет. А есть, вот интересно, мы вчера сценку наблюдали с мужем в метро, когда... Христос воскресе. По истинному воскресе. Когда приезжий, такой человек, такой запутавшийся, запуганный приезжий, спросил, как проехать куда-то ему, и женщина не стала отвечать. Одна женщина не стала ему отвечать, говорит, идите к схеме метро, потому что вам сейчас все тут наврут, по памяти. В общем, диалога не состоялась. Пока мы шли в схеме метро, молодая девушка, сидевшая между ним и схемой, она достала свой девайс и спросила, куда вам ехать. Настолько вот она была предупредительна, и вообще все она ему показала. И вот они за этот краткий миг, это было между Краснопресницкой и Белорусской, в Гуле метро, а ему надо было на Белорусской выходить, как оказалось. То есть они успели подружиться, они успели узнать там, кто кем работает. Он ей дал какую-то там листовку, какую-то распечатку, позвонить и зазвонимся. Причем в этом отсутствовал элемент флирта, потому что рядом, как оказалось, сидела его жена, и они вместе с ней выходили. Вот был такой скоропалительный, моментальный, действительно, вот пример состоявшихся диалогических отношений между людьми. Потому что эта вот молодая девушка, она проявила к нему внимание, она его увидела в толпе, она проявила готовность помочь. он тоже так сразу откликнулся на эту помощь, он мог бы отмахнуться, но что-то, она ко мне пристает, непонятно, правда, она была очень хороша собой, что такое, почему. Но, в общем, вот это была какая-то такая сценка, вот я сразу подумала, вот он диалог, надо же, как интересно. Вот как, три разных варианта узнать, как проехать одну станцию метро. Можно посмотреть на схему, можно спросить у человека, человек не ответит, и еще и запретит у всех остальных спрашивать, а можно достать свой навигатор и завязать разговор так, что вы расстанетесь с друзьями, успеете менять с телефонами, адресами, в общем, завязать какие-то отношения на будущее. Ну, такой бытовой пример, ну, в общем, как простые вещи могут происходить как на идеологическом уровне, так и на недеологическом уровне. Вот он, нелюбимый православными, ну, что делать, Мартин Губер, ну, тем не менее, умнейший философ, великий человек. Цитаты у него сложные, работы у него крайне сложные, поэтому в качестве дополнительного чтения я их рекомендовать не могу, но он в работах, если говорить так просто, вот очень подчеркивает вот эта необходимость понимать, где я, а где ты, вот ты у него, это такое вот центральное, ну, одно из центральных понятий, если мы говорим о диалоге вот ты, обращении к ты, вот видении этого ты, уникальности этого ты, другость другого, но это уже бахтинское выражение, ну, то есть, ну, в общем, уважение к личности, если совсем упрощенно говорить, ну, раз уж мы говорим про авторитетов, раз уж мы вспоминаем этих людей, которые разрабатывали учения о диалоге, не зная того сами в то время, то какие-то их термины мы, конечно, вспоминаем, ну, вот эту цитату, я ее прочитаю, я и ты свободно предстоя друг другу во взаимодействии, которое не вовлечено в причинность и не окрашено ею, здесь человеку дается ручательство его свободы, свобода человеческого существа как такового, лишь тот, кто постиг отношения и знает присутствие ты, способен решиться, тот, кто решается, тот свободен, ибо он стал перед лицом, ну, лицо – это еще один термин, сейчас мы попозже про него будем говорить, термин «лицо» с большой буквы, здесь вы видите слово «свободно», оно одно из главных самых слов, свободное взаимодействие я и ты, не вовлечено в причинность, не окрашено ей, вот даже вот этот бытовой кусочек, который сейчас, вот о котором я вспоминала, здесь именно было свободное взаимодействие, здесь не было действительно никаких причин, люди не, они свободно вошли в это идеологическое взаимодействие, ну, может быть, даже вот о каких-то вот условностях здесь было позабыто, ну, вот главный действительно диалог – это свобода, ну, просто я вижу, что цитата очень сложная для переварения, тем более вот она у меня полностью записана и здесь ее нет, но Буберон весь очень сложный, это, наверное, тот самый непростой кусочек удалось извлечь, но вот здесь важно, что вот я и ты, и мы свободны в этом, в диалоге мы свободны, нас никто не может заставить в него вступить, нас никто не может заставить, как говорить, то есть мы должны быть свободны от предрассудков и тогда мы видим вот это ты человека в его уникальности. Ухтомский, или иногда говорят почему-то Ухтомский, я не знаю, как правильно, но я думаю, что все-таки Ухтомский. Ухтомский вообще автор, физиолог, автор учения о доминанте. доминанта, мы про нее будем позже говорить, как об одном из понятий диалога, поэтому сейчас пока пропустим эту доминанту. Но вот мне нравится вот эта цитата его, мысли жить с упором на лицо другого, это уже не философия, не самая успокоенная кабинетная система, а сама волнующаяся живая жизнь, радующаяся радостями другого и болеющими болезнями другого. Как видим, здесь все просто, здесь то, о чем мы, собственно говоря, говорили все время, то есть диалог это жизнь, диалог это сопереживание, радующиеся радостями другому и болеющими болезнями другого. Это то, чем мы должны заниматься на занятиях, то, что ведущий должен поощрять, то, чего он должен добиваться от членов группы, чтобы они радовались радостями друг друга и носили тяготы друг друга, болели именно не друг за друга, а чувствовали эту боль. И это действительно не система, это не какая-то методика, которую выучил, успокоился и применяешь. А это жизнь, это всегда что-то живое, всегда что-то новое. А вы-то в оригинале почитайте, у него книга так и называется «Доминанта». Там предисловие очень хорошее к этой книге Соколова полноавтор, так она там разжевывает, что такое доминанта. Но вот то, что мы сейчас говорили, это было в начале 19 века, и это не имело отношения к психологии. А взято на вооружение именно психологами, это было уже достаточно поздно, это 80-е, 90-е годы 20 века, то есть совсем недавно, и взято как раз православными психологами. Вот это Тамара Александровна Флоринская, человек, судя по всему, скромнейший был, потому что это еще единственная фотография, которую возможно отыскать в интернете судя по всему фотографии на паспорт. Вот другой нигде никогда я не видела, может быть, в каких-то есть книгах. Она малюсенькая, вот она здесь в этой цитате она автор учения о духовно ориентированном диалоге, именно это уже такое немножко самостоятельное учение, но опирается на всех авторов, о которых мы говорили, безусловно. духовно ориентированное собеседование это основной метод консультирования, по крайней мере до недавнего времени был основной метод консультирования, психологического консультирования при храмах на приходах у православных психологов. То есть такой метод диалогический контакт возникает потому, что с любовью относимся к человеку, принимая его как своего близкого. Вот ключевое слово «любовь». Сейчас будем говорить об основных понятиях и принципах диалога. Это Андрей Феликсович Копьев, тоже православный психолог. Я только этих двух человек из всего сонма не скажу, но еще есть несколько человек, не так много пишут о диалоге. Андрей Феликсович был у меня научным консультантом, когда я писал магитарскую диссертацию. У него есть несколько работ о диалоге. Он много интересных таких находят параллелей. кстати, он очень часто для того, чтобы объяснить, что такое диалог, он говорит именно об алкоголиках, об алкоголизме. Именно что человек, находящийся во власти страсти, вот это противоположность диалогическому существованию, диалогическому способу жить, он часто говорит об этом. И ему принадлежат слова о том, что диалог это то, что вначале было вынесено, что трудно объяснять и легко применять, что диалог это такая вещь, которая не поддается описаниям, опираясь на какие-то научные термины, что надо понять дух этого явления, а не букву. То есть это что-то, что постигается интуитивно. Вот я именно поэтому прошу сейчас не стараться записывать цитаты, а стараться понять, потому что в общем-то это просто, диалог это просто. А то, что начали с основоположников, ну, чтобы им отдать уважение, чтобы было понятно, что диалог это родилось не на пустом месте, что это не придумало там я или кто-то там совсем недавно, что такая диалогическая группа диалога, что это действительно это методика. Ну, она развивалась долго и продолжает развиваться. Вот цитату нашла, Копьёва. Категория диалога апеллирует не к рассудочным представлениям и чётко определяемым терминам, а к некоторому интуитивному опыту. С практической точки зрения это означает, что диалог требует именно творческого подхода к себе, свободы, и механически скопировать его невозможно. Вот поэтому, например, мы не записываем тему, какие темы диалога, какие темы мы на группе обсуждаем. Ну, вот их невозможно записать. Мы обсуждаем те темы, которые сегодня родятся, которые сегодня важны, важны для кого-то, которые сегодня больны. Если тема срыва будет важна 10 занятий подряд, то 10 занятий подряд будет обсуждаться тема срыва. Если она будет болеть, она будет жить, а иначе вот как была цитата звучала тоже, что всё, что вне диалога, оно не живое, оно мертвенное. И вот эти лекции, которые мы будем читать, пытаться читать в группе диалога, нет, давайте мы сегодня поговорим уже не про срыв, мы про него достаточно говорили, давайте мы поговорим лучше вот, а в голову не приходится о чём. А польза трезвых жить. Ну да, например, давайте поговорим об этом, а вот человек, вдруг вот у нас ну так не дай бог, этот срыв надоели, давайте поговорим о трезвости, как это прекрасно, как это красиво и хорошо. Вот. Основные понятия принципа диалога, несмотря на то, что объяснить его невозможно, отец они будут в общем может быть непонятно, я буду стараться вот предельно просто их объяснять и не надо записывать, ладно, не надо запоминать и просто пытаться понять, в общем предельно упрощённо, я думаю, что если дистанционно или не дистанционно смотрят маститые психологи, скажут, что ж такое, так просто такие вещи объяснять, ну вот специально стараюсь делать предельно упрощённо и постараюсь как-то с примерами чтобы было понятно как там где возможно примеры приводить, ну какие-то понятия мы уже обсуждали вот в ненаходимость, помните, вот мы тогда вот на эту картину смотрели и говорили о ненаходимости, то есть, конечно, будем повторяться, но тем не менее это ключевые, ну это кусочки, кусочки, мозаика, мозаика, без мозаики никуда, почему-то когда я пытаюсь объяснить, что такое диалог, это вот первая метафора, даже не первая метафора, а метафора, без которой обойти совершенно невозможно, потому что работаем, ну вот то, что мы говорили о сократовском диалоге, ну так скучно я назвала, совместная работа над проблемой, ну это уже если мы говорим о групповой работе, каждую проблему мы прорабатываем, такое красивое слово употреблю, совместно, то есть ведущий не рассказывает, как надо поступать, делай вот так-то, а ведущий собирает от группы вот эти вот кусочки смальты, кусочки их опыта, кусочки смальты, из которых впоследствии сложится целостная картинка, и причем целостную картинку опять же будет складывать не ведущий, он ее не спустит, не скажет, вот как надо, видите, мы с вами как говорили, опять же ведущий он подводит в конце каждого занятия некоторые итоги, но это тоже все как предложение, это ступенечка, на которой мы поднялись, или шажок скорее, который мы сделали, и дальше мы будем делать еще и еще шаги, и вот эти картинки, но они все время разные, потому что вопросы все время разные, они будут складываться совместными усилиями, ну вот кто что принес на занятие, у кого-то вот такие кусочки вот такого цвета, такую форму, кто-то такой опыт может принести, и потихонечку вот эта картинка, она сложится у каждого в голове своя, ну предположим, вот тема не о трезвости, а можно сказать в противоположном явлении о культурном питье тема, ну человек, приходящий на занятия, как правило, зависимый, который приходит на группу, мечтает научиться пить культурно, это аксиома, пить культурно невозможно, если ты алкоголик, это тоже аксиома, ну вроде бы, казалось бы, что может быть проще сказать человеку, дорогой, ты алкоголик, пить культурно ты не будешь никогда, ну и все, человек либо уходит, больше никогда не приходит и будет искать группу, где его научат пить культурно, ну либо он начинает сопротивляться, спорить, и вот таким образом он будет как-то получать этот опыт, но только если не ведущий будет его все время толбать по голове этой догмой, а он будет получать эту информацию, этот опыт от людей, которые сидят вместе с ним косвенно, человек может рассказывать, ну предположим, ну не знаю, человек уже сидит на группе, который живет с трезвостью, скажем, два года, просто вот уже пример для всех, велика, ну тогда хорошо, не два, полтора года уже, пример для всех, прекрасный, и этот человек, который хочет научиться пить культурно, на него смотрит как с восхищением, надо же, полтора года не пьет, я так не смогу, я хочу культурно пить, мне немножко пивка надо обязательно, ну и этот человек рассказывает историю, что вот так получилось, такая самая случилась трагедия, ну пришел в гости, и так вот все вот, как вот Наташа рассказывала, вдруг вот красивое шампанское, поставили, а так вот, ну так захотелось, ну что там, я же уже весь очистился, я же уже полтора года не пью, уже и забыл, как это делается, ну почему не попробовать это замечательное вкусное шампанское, тем более праздник такой, там, молодожены, надо за их здоровье выпить, и выпил это шампанское, вот понеслось, вот две недели меня не было, был у меня страшный запой, то есть он не рассказывает о том, что культурно пить это невозможно, он рассказывает о своем срыве, но тем не менее тот человек, который хочет научиться пить культурно, он косвенно получает информацию, ту, которая намного более доходчива для него будет и полезна, чем если просто ему говорить, меня никогда ты не сможешь, ты алкаш, ты ужасный, ты больной человек, то есть это тоже, конечно, все надо знать, это хорошо, если он все это знает, но чтобы он через это прожил, он должен прожить, вот неправильный поговорок, что на чужих ошибках не учится, очень даже учится, но если их проживать, если именно вот это диалогичное общение есть в группе, если ты слушаешь человека внимательно и его боль воспринимаешь как свою, ты прекрасно поймешь его ошибки. И вот есть еще один принцип очень близкий, не знаю, какой из них вытекает, здесь гипнотизирует какой-то доктор старой школы, гипнотизирует больную. Парадокс воздействия. Вот Тамара Флоренская говорит не воздействовать, а влиять. Вот то, о чем мы сейчас говорили, вот скажем, если ты говоришь человеку пить культурно, то есть ты не сможешь пить культурно никогда, ты на него пытаешься воздействовать. Если он слышит историю, из которой косвенно он сам, сам делает вывод, что действительно вот как-то не получилось у него пить культурно, а он такой стоп, он уже полтора года не пьет, значит и у меня наверное не получится. Это влияние. И вот Флоренская говорит о парадоксе воздействий. Чем больше наше стремление именно воздействовать на человека, тем меньше влияние мы на него оказываем. Вот эти вот директивные вот такие истины, они особенно на людей пьющих, у которых ведь очень тонко даже вот психотерапевты отмечают это, что очень и очень тонкая кожа, что им даже надо наращивать людям, страдающим от алкоголизма, когда они работают просто в психотерапии, даже с какими-то другими своими проблемами, им надо вот эту кожу наращивать, барьер между собой и миром психологический, потому что у них все идет к сердцу, они болезненно очень воспринимают, у них вот защиты такой нету от мира-то, то есть защиты есть психологические по поводу те, которые связаны с пьянством, там, как отрицать, как преуменьшать и так далее, но сейчас не об этом речь, а именно вот они очень тонкокожие, но недаром же среди алкоголиков много творческих людей, многие люди пьют из-за того, что не несправедливость, мир они очень переживают, обиду по отношению к себе могут запить, но это действительно люди с тонкой кожей, и поэтому вот это воздействие такое на них тоже не действует, оно и обидно, и больно, и буквально прямо хлещет по лицу, в общем, как-то осторожность надо с ними, ну, как и с любимым человеком, но здесь еще Тамара Флоринская говорит еще почему, то есть может быть это на первом месте, почему нельзя воздействовать на человека, потому что есть такое понятие духовное я, сейчас мы перейдем к нему, но здесь да, еще хорошо вспомнить еще раз Сократа, который к себе приписывает роль повивальной бабки, которая рождает истину, он ее никому не насаждает, но повивальная бабка, он помогает человеку эту истину родить, и в общем вот это вот рождение истины, оно еще, почему мы так часто хотим людям сказать, воздействовать, ну, здесь еще есть много причин, во-первых, люди, ну, обычно это созависимые, ну, созависимые в 100% наверное случаев, они приходят на занятия и задают вопросы, иногда прям списком просто просят, вот, как мне себя вести, они хотят знать ответы на вопросы, когда ты не даешь им ответы на вопросы, они могут просто и группу покинуть, или обидеться, или сказать, да, ну, тут вообще какая-то ерунда, тут непонятно чем занимаются, никто ничего не знает, никто ничего не умеет, я спрашиваю, как мне общаться со своим мужем, во мне не говорят, но этому можно только научиться, и человеку надо, конечно, все время объяснять, что нужно терпение, что нужно, это все будет постепенно, но здесь и ведущему надо набраться тоже терпения, потому что ведущий-то, как правило, все-таки знает какие-то ответы на вопросы, но, по крайней мере, как не надо себя вести, он знает, он может сказать, он не хочет прослыть дураком, в конце концов, который ничего не знает, ты можешь ответить на эти вопросы, но этого делать нельзя, человек должен дойти сам в ходе этих бесед, вот опять же, как Флоренская пишет, что если наступил идеологический контакт, то чувствуется радость созвучия резонанса, то есть уже усилия всех членов группы и ведущего, они объединяются и становятся сильными, вот эта сила, и до человека доходит это все с новой силой, и человеку часто самому открывается смысл проблемы, и он даже не замечает, что это сделано с помощью группы, и он говорит, надо же, вы сказали то, о чем я только что подумала, ну, или с помощью ведущего, надо же, вы вот буквально мои слова прям вот меня изо рта достали, я сам только что хотела сказать, вот это и есть влияние, это и есть ни в коем случае не манипуляция человеком, а вот аккуратное, постепенное и очень медленное, к сожалению, чаще всего подведение его к решению проблемы. Ну, есть же такие вот психотерапевты, ну, вот великий Карл Роджерс, один из основателей гуманистического течения в психологии, в психотерапии, он, ну, так, немножко утрируя, говорят, что он вообще говорил одно слово «угу», ну, и у него этих «угу» было то ли 19, то ли 34, я сейчас не помню, в общем, у него было сколько-то разновидностей этих «угу», но он вот так умел слушать его, так говорить «угу», что человек уходил окруленный и решал все свои проблемы. Ну, мы, конечно, не Роджерсы, тут одними «угу» не обойдешься, но он тоже мог дать, в общем-то, ответ на вопрос. Я вот смотрела, нам показывали ролик другой, тоже великий такой терапевт, Бюдженталь, Джеймс, по-моему, вот к нему приходит его ученица и он проводит с ней сеанс психотерапии, она спрашивает, как мне поступить, и это еще время такое перестроечное, когда Россия в моде, там все едут, Матрешка, Горбачев, ужасно, мы были модными, и ей предлагают работу в Москве, ей ужасно хочется поехать, но с другой стороны здесь у нее ее клиенты, пациенты, хорошая работа, и вот она разрывается, и вот он проводит с ней сеанс психотерапии, вот я просто думаю, это какой человек, какой он вообще стоит, потому что, ну что бы дать своему ученицу совет, слушай, ну смотри, ну поезжай в Россию, съезди, интересная же страна, там, ну ни в коем случае не поезжай, это же бросит своих пациентов, ну вот он ее бедную, целый час нам показывает ровно там эту консультацию, целый час он ее мурыжит, заставляет ее саму принять решение, вот он ни да, ни нет ей не говорит, а ты как думаешь, а попробуй сейчас, ну это конечно индивидуальная консультация, это не то, чем мы должны заниматься, но это к тому, что он не позволяет себе на нее вообще никогда давить, он ее просто заставляет подумать, прислушаться к своим чувствам, к своим там, действительно взвесить все за и против, это в общем, да, довольно даже было скучно смотреть, потому что это длилось бесконечно, ну когда же он, он же сейчас ей даст совет, он же для нее авторитет огромный, и она сделает то, что он ей велит, но тем не менее, он этого не делает, ну и все кончилось хорошо, она съездила в Россию, побыла там немного, вернулась в Америку и сразу удачно вышла замуж, то есть там как-то у нее прям очень все замечательно сложилось, то есть он все-таки все сделал правильно, вот, но это американцы, в общем, я увлеклась, а мы здесь, пожалуйста, девки вы видели, то есть что... Это был ролик, нам просто, нам показывали в магистратуре на психфаке, просто, ну, то есть вы не найдете, я думаю, нет, я думаю, нет, это такое учебное пособие, но это там ничего, я бы не сказала, что там что-то интересное есть, просто бюдженталь за работой, вот это было, потому что мы по его учебнику учились и вот нам его показали. Духовное я, это основополагающее понятие духовно ориентированного идеологического собеседования, которое разработала Тамара Флоренская, мы же говорили, по-моему, про духовное я, и вот этот принцип, который сейчас был перед этим, что нельзя воздействовать, а можно только влиять, он напрямую выходит из наличия духовного я в человеке, поскольку духовное я это образ Божий в человеке, ну как мы можем на него воздействовать, то есть какое право мы вообще имеем, во-первых, мы не имеем права, во-вторых, мы не можем его постичь, мы же не знаем, что там и как, и каков замысел об этом человеке, то есть права воздействия вот такого директивного, авторитарного у нас попросту нету, и мы можем только помогать, исключительно помогать. Вот в прошлый раз ко мне подходил Игорь и спрашивал, должны ли мы объяснять, то есть такие вроде сложные понятия, диалоги, должны ли мы их объяснять группе, безусловно, группе вот это все, как вы понимаете, объяснять не надо, и то есть говорить о том, что там есть понятие лицо, понятие парадокса воздействия, не надо, просто надо об этом знать, ну, про парадокс воздействия может быть можно и сказать, что действительно, что воздействовать нет смысла, что надо все-таки осторожно, аккуратно с человеком, бережно, а вот понятие духовное я, оно нуждается в том, чтобы, на мой взгляд, если, конечно, мы вообще диалог в свою работу как-то включаем, вот этот принцип, вообще упоминаем о нем, а не просто там группа свободного общения или группа работающая по какому-то другому методу, это понятие просто потому, что оно является прекрасным подспорьем для того, чтобы вообще диалог состоялся, для того, чтобы люди, ну, не подспорьем, ориентиром, то есть когда люди задумываются о нем, об этом духовном я, ну, то и диалог потихонечку начинает развиваться, ну, вот по словам Флоринска, это никакая не абстракция, это духовное лицо человека, но она в основном объясняла это для педагогов, для светских педагогов еще в советское время, там, в конце 80-х, поэтому, в общем, так просто сказать, что это вот образ Божий был, ну, и на самом деле и сейчас тоже не все люди настолько вот церковлены и так богословски продвинуты, ну, можно сказать, что духовное я, скажем, оно проявляет себя такими вещами, как, ну, совесть самая простая, что совесть в человеке есть, просто надо верить, что она есть в каждом человеке, вот духовное я есть в каждом, в самом ужасном, в самом, там, уже пропитом, в самом, не знаю, там, заблудшем, в самом жутком преступнике, оно все равно есть, оно там загнано куда-то, оно все там изуродовано, замутнено, загрязнено, но оно, тем не менее, есть, и совесть, она тоже есть в каждом человеке, просто он ее всю загнал и запрятал, и замазал, чем только можно. Духовное я дает о себе знать какими-то творческими озарениями, ну, те, кто занимается каким-либо видом творчества, ну, пишет, например, что-то, вот, знает, что, ну, как вот, пишешь, вроде оно не пишется, не придумывается ничего, ну, даже научная, может быть, работа, вдруг раз, откуда-то оно взялось, ты же не можешь проследить последовательную работу, мысли, как это я вот шел, шел, и я к этому пришел, а оно раз и пришло, откуда-то, вот оно, ну, вот это вот, вот оно, духовное, я человек, вот оно там живет, оно мыслит, оно думает, оно существует, и самое главное, что должны уметь вообще члены группы диалога, даже не видеть это духовное я, а верить, верить в то, что оно есть, в каждом, вновь пришедшем, а вновь пришедший бывает неприятен, или скушен, или с какими-то, может быть, маленькими, ничтожными проблемами по сравнению с твоими проблемами, но главное, что раз в нем есть это духовное я, вот это огромная, колоссальная, высокая вещь, то, вот принимая этот факт на веру, мы уже способствуем изменению человека, и когда он приходит и начинает о себе рассказывать, вот Тамара Флоринская это подметила на опыте на своем опыте как консультанта, индивидуального психолога-консультанта, что как только она вот стала думать про это, что вот человек приходит, в нем есть духовное я, просто принимая этот факт на веру, вот думая про него, то уже в человеке стали происходить изменения уже на стадии выслушивания, то есть он просто рассказывает, ну вот пришел человек на группу, скажем, да, первый раз, он рассказывает свою историю, а его слушают люди и заставляют себя, ну, не сквозь призму Христа, но это слишком, да, высокая, наверное, планка для многих, конечно, безусловно, надо, наверное, так, но все-таки мы говорим о людях разного уровня духовного развития и умений и дарования духовных, поэтому мы говорим о духовном я, а не о богословских предметах, тем более, что я не богослов, тамара Флоренская тоже не богословка, мы говорим о духовном я, и когда человек понимает, что его слушают, он не понимает это, он чувствует это, что его слушают, его историю там про его падение, его историю пьянства, слушают, имея в виду, видя в нем, веря в то, что в нем есть, это духовное я, он все равно по-другому себя ощущает, это вот может быть какое-то такое малообъяснимое явление, но мы же говорили в самом начале о том, что диалог, он не подвержен таким вот каким-то разложению на четкие такие понятия, он постигается интуитивно, и вот это такое центральное идеологическое понятие, оно, в общем-то, тут все очень просто, я действительно просто пробовала вот это применять, вот так в начале, особенно когда благословили вести группу, просто тебя заставляешь, берешь за шкирку, и вот это вот духовное я, духовное я, и это действительно помогает, это действительно как-то легче делает контакт, и когда другие члены группы делают то же самое, это просто вообще замечательно получается все. А вот группе надо сказать про духовное я? Ну, я группе сказать надо обязательно, ну, не так, что человек пришел, и вот он такой ужасный, смотрите, есть духовное я, ну, в общем, они должны, вот это именно, вот как раз я говорю, что о других-то понятиях можно и не говорить, диалог там, можно вообще, вот про это духовное я все-таки время от времени надо как-то напоминать, так вот, чтобы оно было на слуху, стараться, по крайней мере, вот, и тогда изменения действительно происходят на стадии выслушивания. Ну, это цитата из Ларинской, что даже на уровне веры в принятие духовного я уже многое меняет, состояние может быть очень тяжелое, но относясь к нему на уровне признания его духовным и я, мы постепенно способны изменению этого состояния, а со временем уже вот эта вера, она уже человек, ну, имеется в виду ведущий или психотерапевт, он сам развивается, он уже приобретает возможность видеть это духовное я, видеть его, развить и различать его, это уже приходит, но поначалу это невозможно сделать, надо просто поверить, то, что оно есть. Изменения происходят, да, на стадии выслушивания. Ну, одно из самых важных, ну, в общем-то, в любом общении, в общении диалога, это умение слушать другого. Вот этот ребенок слушает, конечно, вот во все уши, но, к сожалению, не всегда мы так можем слушать друг друга, но это надо стараться сделать, но здесь речь не только вот в механическом вот таком выслушивании, просто слышать каждое слово, которое говорит человек, а речь о том, чтобы слушать все переживая, эмпатическое внимание, активное слушание, вот есть такие психологические уже термины, я вот немножко с иронией картинку подобрала, вот две светские дамы, беседуют очень так, эмпатические между собой, вот они друг друга сопереживают, но эмпатия, вещь хорошая, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, что в ней здесь что-то плохое, но как-то раньше русский язык обходился без этого слова, и ничего плохого не было, мы друг другу сочувствовали, мы друг другу спереживали, и в общем-то эмпатия, ну можно давать определение, но мне почему-то, когда говорят про эмпатию, почему-то немножко вот кажется, что в этом есть что-то чуть-чуть такое механистическое, потому что это мы на тренингах учат, ну возможно я здесь не права, эмпатия штука хорошая, все правильно, но будем говорить о сопряжении, кстати, интересно, что флоринская, она ну сопереживание, вот эмпатия ближе к слову, сопереживание, а флоринская разделяет понятие сопереживание и сочувствие, вроде бы синонимы, но она считает, что сочувствие это нечто гораздо более глубокое и высокое, чем сопереживание, сопереживание, это непосредственный отклик, вот человек рассказывает историю, мы ему действительно сопереживаем, ну представляешь, я вчера еду в карете, а навстречу мне идет такой прекрасный, красивый, молодой человек в голубом цилиндре рассказывает одна дама, другой, и вторая сопереживает, ну надо же, как жалко, что я его не видела, этого молодого человека в таком красивом цилиндре, а сочувствие это все-таки уже именно способность чувствовать за другого человека, это уже какое-то понятие духовное и понятие, которое можно в себе сознательно заставить себя сочувствовать, то есть может быть этот рассказ, он как сам по себе тебе и не интересен, ничего особенного, но ты заставляешь себя сочувствовать, ты себя в этот рассказ, ну не погружаешь, мы сейчас про ненаходимость будем говорить, ты именно сознательно ну сознательно заставляешь себя сочувствовать, пытаться вникнуть в чувства этого человека, это не ну вот еще раз сопереживание это акт такой вот автоматический, интуитивный, он сам с собой рождается, слушаешь, сопереживаешь, надо же какое случилось, а сочувствие это что-то, что можно себя и заставить, если оно само не произошло, члены группы диалога должны сочувствовать друг друга в любом случае, внимательно, слушая, вот как этот мальчик маленький в наушниках, внимательно, ни на что не отвлекаясь, сочувствовать, стараться понять и разделить чувства другого человека, ну главное понять их, почувствовать, что там такое, но для этого человек, конечно, очень хорошо, если он делится своими чёртами, ну это может быть такое уже немножко лишнее уточнение, но это вот просто вот у флоринской мне показалось интересно, что она вот считала очень, кстати, важным разделение вот этих двух понятий, и поэтому так к эмпатии она относилась немножко с высока тоже вот, но мне может быть просто не нравится, что слово иностранное внесли в русский язык, по-моему, для лишней путаницы, сопереживаний и сочувствия, доминанта, доминанта, как уже говорили когда об Ухтомском, помните, когда вначале были портреты основоположников учения о диалоге, там был физиолог Ухтомский, который ввел в обиход понятие доминанта, это по Ухтомскому некий такой функциональный орган, который вообще с помощью которого он воспринимает мир и руководит всем его поведением, но это физиологические такие вещи, он это там и на крысах опыта проводил, ну физиолог, но все-таки Ухтомский не ограничивался рамками только физиологических процессов, ну доминанта, ну предположим, ну не знаю, мышь хочет есть, вот она там будет носиться по клеткам в поисках пищи, вот ее доминанта сейчас вот она хочет есть, но Ухтомский, он исследовал в своей книге доминанта, он исследовал и психические, управление психическими процессами человека и его социальное поведение, то есть доминанта, она не обязательно связана с чем-то таким утробным, она может быть связана и с гораздо более высокими материями, ну вот мы видим здесь два человека, вот они совершенно разные, да, вот у них совершенно разные доминанты, они вроде бы сидят беседы, но вот как-то явно, что они друг другом не заняты и что-то такое вот у них у каждого в жизни происходит свое, ну картина, конечно, очень-очень абстрактная, очень непонятная, ну и эти два человека судя по всему имеют мало шансов на то, чтобы друг друга как-то понять, проникнуть сквозь вот эти вот наслоения у одного кирпичного у другого какие-то растительные, это, по-моему, плющ обыкновенные называются растения, вот, ну очень же они разные, ну когда мы беседуем, у нас по идее должны быть доминанты на собеседнике, ну вот вопросы о внимании, которое только что мы осветили, но это немножко более глубоко и сейчас так, может быть, будет слишком наворочено, но часто бывает, что человек сосредоточен на себе, даже когда он слушает другого, даже когда он разговаривает другого, он постоянно сравнивает с собой, постоянно, ну, все пропускает через призму себя, ну вот такой перенос у него, то есть там чужие проблемы, он там подумает, ах, ах, а если бы это было со мной, а если бы, как хорошо, что это не со мной, то есть, в общем, весь мир у него, ну это вот кадр из фильма Двойник по Достоевскому, то есть он весь мир воспринимает по признаку Двойника, в общем-то, все люди для него, все проблемы, они отражение его собственных проблем, вот это совершенно не идеологично, но тем не менее, это, ну, довольно естественное, довольно естественное поведение человека, ну, представьте, ну вот группа, да, где мы беседуем о зависимости, и человек рассказывает, ну, какая-то опять будет новичок, он рассказывает свою историю, другой слушает, тоже новичок, ну, как вот слушает эту историю, ну, поскольку он еще новичок, он еще не понимает, как надо правильно эмпатически слушать, он слушает и примеряет же все на себя, а нет, тут у меня не так, этот вот две бутылки водки в день выпивал, нет, я до этого еще не дошел, я все-таки две бутылки только на выходные себе позволяю, так я пью намного меньше и только пива, то есть он не этого человека видит, он постоянно себя, он все постоянно на себя закругляет, я очень упрощенно и ужасно примитивно вот это объясняю, но все-все проблемы, все возвращаются к себе, все постоянно идет сравнивание, постоянного перетягивания на себя, вместо того, чтобы слушать сейчас его и думать о его проблемах, человек думает о себе, ну, когда он сам для себя центр вселенной, то, естественно, ничего другого быть не может, это нормально, я вот знаю одну женщину долгое время посещала группы такие, и, ну, вот как-то ее было совершенно ничем не пронять, вот какую бы историю ни рассказывали, самую, самую там, какую-нибудь печальную, или наоборот, историю, которая заканчивается, ну, там, был какой-то ужас, ужас, прямо все вот, ну, никак, казалось, люди не могут исцелиться, и вдруг, с Божьей помощью, происходят такие чудеса, что, ну, все, кто эту историю слышит, они всегда поражаются, а эта женщина спрашивает меня, ну, а почему вы так вот, ну, так вот об этом не рассказываете, ну, это же не с вами произошло, почему вас это так затрагивает, то есть, ну, вот это действительно человек, который вот живет в таком, в зеркальном каком-то помещении, то есть, везде свои отражения, человек хороший, человек, в общем-то, и отзывчивый, и все, но вот как-то понять чужую боль вот этого нету, не дано, что ли, я не знаю, и историю чужую как-то не прикидывая на себя вот так почувствовать, понять, и хотя бы просто восхититься ей, или поболеть ей, вот, просто не может, ну, такой это просто случай такой редкий, такого вот двойничества, то есть, поскольку эта история, скажем, на ее историю не ложится, она не похожа на ее историю, ей она неинтересна, если бы это было более похоже, там, там, был бы тоже, скажем, муж, вот муж повел себя так-то, так-то, как у нее там было, вот это было бы, да, что-то такое можно было бы перенять, но вот этого сочувствия, сопереживания, доминантина той истории не получалось никак, но это вот двойник, кстати, очень сильный перенос вот такой, вот в группах, где созависимые исключительно собираются, что, к сожалению, да, вот наша такая большая беда, такие группы и большая проблема, и почти всем, вообще всем, да, приходится с этим сталкиваться, что люди хотят слышать что-то такое, что прям вот ляжет вот калькой прямо на их истории, и вот хотят вот готово вот эти рецепты, 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 а когда история ну не совсем такая, как у них, ну можно же, выслушав ее и поняв боль этой другой женщины взять оттуда вот маленький кусочек того, что и тебе самой поможет, и это можно сделать только переболев этой историей, только сопережив, вот не получается, к сожалению, вот я не знаю, что с этим делать, как себя тут вести, но тоже, опять же, впрямую объяснять людям созависимым, что вот у вас доминанты на себе по принципу двойника, и это неправильно, наверное, не стоит все-таки, как-то, я не знаю, как-то, творчество какое-то надо, конечно, проявлять, но вот здесь получается, что собеседника-то и нету, а есть удваивание своего я, в общем-то, человек все время видит я, удваивает, всегда ищет везде свое я, ну вот это про доминанты на себе, цитата, к сожалению, не подписала чья, когда я центр серии, человек не замечает других, он не видит другого, как он есть, а видит только проекцию и отражение себя, а понятие вот этой другости другого, уникальности другого, оно уже я не первый раз это говорю, но вот сегодняшний день оно просто основополагающее в диалоге, мы должны постоянно понимать, что каждый уникален и каждый именно другой, он не такой, как мы, он другой, и это понятие другое, оно является термином в диалоге есть понятие лицо и другой, в томске вот говорит о лице, Бахтин говорит о другом, но в принципе это одно и то же, в общем-то это не будем вдаваться в цитаты этих классиков, ну в общем это собеседник еще третий вариант в томске тоже говорит о собеседнике, почему вот такая вот картинка, почему здесь мозаика, ну она конечно просто рассыпавшаяся, но мы будем считать, что она недоделанная, она еще незавершенная, потому что в принципе личность, она находится в постоянном развитии, она, по крайней мере мы это вот воспринимаем человека, нам кажется, вот он такой есть, вот это вот наличное я его, так называемое, а личность изнутри себя, она всегда незавершена, она постоянно ищет, она постоянно развивается, она постоянно становится другой, и в том скипом пишет, евангельский совет не судить, то есть не осуждать собеседника, грозящий тем, что тут ты сам судишь и осуждаешь себя, говорит, когда ты интерполируешь лицо ближнего в ту или другую сторону, заканчивая его образ в отрицательную сторону, тем самым предрешаешь для самого себя возможность совместного дела с данным человеком, и при том на основании своих собственных отрицательных черт, которыми ты наделил своего собеседника, вот по принципу двойника, то есть уже увидел, значит, понял, вот он такой, вот он такой, какой я, а он же совершенно другой, при том он недорисованный, он незаконченный, а мы его дорисовываем на основании своих собственных отрицательных черв, вот такой антидиологичная такая штука, ну, вот то, что оно всё время, всё время не завершено, особенно в группе, где мы лечимся, в группе, где люди приходят себя менять, себя завершать, люди приходят пьющие, они уже действительно и размытые, как вот эта вот мозаика, они уже и разрушенные, и ещё их предстоит построить заново, мы же там выносим в суд, то есть вот это вот правило не давать оценок, которые в правила такой групповой работы, которую там в самом начале говорили, там много раз повторяли, на любой группе его дают, оно на самом деле имеет вообще глубочайшие философские и богословские даже корни, да, вот это вот не судить, не осуждать, не завершать за него самого, ему только предстоит здесь завершиться, он сюда пришёл, чтобы стать другим, чтобы завершиться, чтобы измениться, чтобы стать таким, каким он есть, чтобы стать действительно личностью, а не тем, в кого он превратился там в течение времени. Но здесь на самом деле вот это всё, я понимаю, что вся терминология, она очень такая сложная, и я вижу, что да, так, понимание, но это нормально, это просто потому, что эти термины, ну, один-два, если будет понятно, тем больше, что они пересекаются между собой, это уже хорошо, потому что, во-первых, это ещё и учение, которое развивается, развивается о диалоге, просто, ну, просто я сейчас своим долгом о нём рассказать на последнем занятии, увидеть лицо человека, вот увидеть его таким, какой он есть, вот, кстати, очень интересный термин, лицо другой, а ещё в Уктовске говорит заслуженный собеседник, он говорит, собеседник для нас таков, каким мы его заслужили, вот мы заслужили его, мы видим его, не осуждая, не дорисовывая для себя, не наделяя его отрицательными чертами, у нас, перед нами, прекрасный, замечательный собеседник, вот он большими буквами пишет, заслуженный собеседник, а можно вот такого увидеть, а можно что-нибудь там дорисовать так, что будет вообще какой-то ужас. Другое лицо и собеседник, ну, вот это синонимы, вот Ухтомский пишет, поставить доминанту на человеческое лицо, то есть на реальнейшую из реальности, в том, что дано тебе сейчас, ближайшим встречным человеке, в данный момент, это значит уметь заранее приветствовать и принимать все то новое бытие другого, бытие другого, независимо от моих ожиданий и теорий о нем. То есть, в общем, намного проще сказать то, что я сейчас так долго говорила. А сейчас мы будем, такие, по-моему, сейчас у нас эти картинки, вот знаете, такие бывают, я не знаю, насколько это видно издалека, вот я обожаю такие разглядывать, вот как вот увидеть лицо, можно, да, вот в какой-то картине, то можно увидеть тут пастушок, а можно увидеть, тут сразу лицо видит, да? А вот мне вот здесь ближе, вот я сначала вижу пастушка, потом вот на камне вот эти губы прорисовываются, еще есть. Ну я могу не... Вот мне это очень нравится. Можете ошибиться, я первый раз в жизни не прошусь. Вот здесь, по-моему, лицо сложнее увидеть. Вот так обычно изображают отрицательных на иконах. Когда половина, это профиль отрицательных, так просто? Вот это написано, так говорят. Ну это просто картинка. Да, вот его, да, изображают отрицательные на иконах. Я что-то лицо не вижу совсем. Вот это самая простая, по-моему. Здесь, как раз, по-моему, труднее увидеть то, что за лицом. Да, ладно. Что за лицом? За лицом вообще ничего не было. Ничего, как и... Ничего, не принять. Девушка. И какой-то медвежонок там спит. Да, но есть. Собочка. Собочка, наверное, да. Но похож на медвежонку. Как это называются эти картины? Вот они как-то есть ион. Можно увидеть. Я поискала, я не знаю, как они называют. А что это художники? А это разные художники, разные. Ну вот она, доминанта на другом. Вот сейчас мы чем занимались? Мы сейчас старались вот среди вот каких-то там других фигур увидеть лицо. Ну, надо сразу получалось увидеть лицо, и фигуру было сложнее разглядеть. Ну, задумка в том, что сначала надо было увидеть пустушка, конечно. Ну, это уже восприятие, конечно, зависит. А потом среди вот этого найти человеческое лицо. Таких картин много, и есть даже целые специальные книги такие, издания. А как они называются эти картины? Я даже не знаю. По-моему, это, знаете, просто какие-то магические картины, извиняюсь за выражение. Вот я альбом такой видела, может быть, часами было разглядывать. Но там не только лица, там объемные такие вот. Вроде бы, ну, вроде бы пестрые-пестрые какие-то просто. Там же такой вот орнамент, там именно при определенном. И вдруг выступает что-то, да. Ну, это другое немножко, да. Вот, но вот увидеть лицо другого, но вот можно только путем доминанта на собеседнике. Вот сейчас это, может быть, будет более понятно, да, потому что вот для того, чтобы увидеть здесь лицо, надо на этой картине сосредоточиться полностью. Вот и стараться вот и так, и сяк, и вот в нее вжиться, ее вот видеть, ее какую-то правильную точку зрения найти. И, ну, и верить в том, что мы-то там лицо увидим, что оно там есть. То есть мы знаем, что я не стала бы вам подсобывать картинки, где нет лица. И вот еще здесь важно вот это целостное восприятие человека. Вот задача вот духовно ориентированного собеседования, именно вот среди этих всех деталей увидеть человек, увидеть целостное его лицо. Вот пускай он там будет рассказывать, опять же, что ж меня все, пытаюсь примеры приводить, а все на новичков тянет. Ну, вот так получается, что человек приходит, но рассказывает себе какие-то нелицеприятные вещи. Часто бывает, что люди очень на второстепенном, ну, это и защита, в общем-то, такая психологическая, что будут рассказывать о каких-то второстепенных вещах, о чем-то таком, ну, может быть, стараться предстать в более таком каком-то виде интересном или красивом, или выгодном свете себя выставить, или там о своей профессии, о своей былой профессии, у кого как жизнь сложилась. Но, тем не менее, вот стараться его увидеть за всеми этими вещами, как хорошими, так и плохими, все-таки что-то такое объективное составить. Ну, вот это вот похоже немножко на разведы вот этих волшебных картинок. Правда, я не знаю, как они называются. Я даже не помню, как я их искала и что задавала в поиске. Как-то вот находила. А вот человек, ну, явно, что вот он кроме этой женщины не видит ничего и никого, потому что он в нее, судя по всему, влюблен. И вот Ухтомский, все тот же Ухтомский, авторучение о доминанте, говорит, что можно узнать неповторимое лицо человека путем доминанта на собеседнике. Для этого необходимо отодвинуть свое «я» на второй план, чтобы на первом месте был другой человек, с пониманием, что это другой, именно другой, с видением другости этого другого. Только тогда он станет другом. Вот интересно, он так играет словами, вот мы говорили о другости другого, вот он станет другом для тебя. То есть вроде бы слово-то интуитивно мы говорим, а друг это вот он и есть этот другой. Но эту другость можно понять, когда ты перестроил свою доминанту и центр тяготения переместил ее из себя на другого. И о том, что это возможно, знает всякий любящий человек. Есть у нас особый орган психологического познания и неповторимой человеческой индивидуальности. Это любовь, или научный эквивалент этого слова, доминанта на другом, доминанта на собеседнике. То есть любовь, она делает вот эту доминанту очень простой. И видите, что объединяет все то, о чем мы сейчас говорили, про эти вот другости другого, про нестриянность с собеседниками, переживания, сочувствие, эмпатическое слушание, оно все, в общем-то, объемлются любовью. Что когда человек принимается с любовью, то тут уже не надо никаких вот этих вот терминов. И поэтому, когда спрашивают о технологиях, диалогах, методиках, тут ответить нечего. Но их на самом деле не существует, вот кроме того, чтобы любить другого человека, принимать его с любовью. В общем, на этом можно было бы и закончить. У меня еще просто несколько таких важных моментов насчет диалога. Ну, другой, вот, ну, это не только еще друг, друг, вот, другой твой собеседник. Это тот, кого ты... Ну да, вот это хорошие цитаты из Иптомского, потому что тоже с евангельскими параллелями. Но что интересно, что авторы, пишущие о диалоге, даже у Бубера какая-то была библейская цитата, я ее не нашла, к сожалению, к этой презентации, но практически все обязательно цитируют Евангелие. То есть вот диалог объясняет, пользуясь евангельскими цитатами. Ну вот преодоление себя и бодрое творческое доминанто на лицо другого дается очень просто. И сами собой, там, где есть любовь, продал все, что было у него, и купил то село, где зарыто жемчужин. Ну, в общем, другими словами о том же самом. Ну вот сейчас немножко так спустимся более к таким прозаическим вещам. Другой еще важен нам для того, чтобы увидеть и себя, но не в качестве, вот как был двойник, да, там, который в зеркале видит все время себя, а именно другой нам дает видение нас, ну, другое видение нас, не наше отражение, каким мы себя хотим видеть, а он показывает нам такими, какие мы есть. Ну, в данном случае в роли другого вступает группа. Вот она для нас другой. Вот Андрей Феликсович Копьев, он другого в этом качестве сравнивает с волшебным зеркальцем из сказки, к которому царевна обращалась и спрашивала, она ли вот на свете всех милее, всех прекраснее, милее. Зеркальце-то оно было очень честное, оно долго ей льстило, потом, когда стало не так, то есть не льстило, оно говорило тоже, правда, она была самой красивой в мире, хотя не знаю, как такое возможно. Потому что, ну, когда она стала не самой красивой, зеркальце ей сказала. И группа на самом деле тоже должна давать вот эту вот обратную связь, извиняюсь за выражение, фидбэк, сейчас модно выражаться, человек должен получать. То есть это не осуждение, конечно, но все-таки если человек вот приходит после срыва и там что-то все-таки или ведет себя неподдавающим образом, ну, он должен, группа должна ему давать понятие, что он, собственно говоря, собой представляет. Тем более, что он в этом мнении-то нуждается. Личность, в особенности находящаяся в критической ситуации, остро нуждается в реакции на себя, в ином мнении, которого она одновременно, порой не менее сильно боится. Ну, собственно, за этим и ходит и к психологам, и к психотерапевтам, чтобы увидеть этот другой взгляд. Но группа, она заменяет собой психотерапевтами. В общем, групповая терапия, так она и действует. Ну, самое такое, скажем, если приводить примеры жизни, но вот ходит человек на группу. Он в свое время по пьянке, по причине страсти к вину, потерял любимую работу. Человек работал водителем на прекрасной машине, водитель прекрасного человека, богатого, хорошей фирмы, ну, все было хорошо у него, все было прекрасно, но вот, к сожалению, получился у него запой, с работой он был уволен. И эту свою работу он вспоминает вот уже, там, чуть ли не 10 лет, но уже не первый год. Вот он ее вспоминает и вспоминает. На работу не устраивается, нигде не работает, иногда по ночам там частным извозом занимается, как-то перебивается. Вот, ну, в основном живет на пенсию своей малой и при этом постоянно жалуется. Ну, и вот группа действительно дает ему реакцию периодически, такую очень даже достаточно жесткую, чтобы он хочет, чтобы его пожалели, он говорит, какая же у меня была прекрасная работа, как же было хорошо, как же было замечательно, какой был начальник. и взрослый человек хочет вернуться в то время, когда был у него этот Мерседес, этот начальник. Этого не будет никогда, ну, может быть, будет другой Мерседес, может быть, не Мерседес, может быть, не начальник, а начальница. Ну, что-то будет, если он будет что-то делать. Но он сидит и плачет на жизнь, и плачется, и плачется. Группа обязана его, в общем, так, встрепенуть. И делает это не раз, не два, и, в общем-то, со временем человек действительно все-таки начинает по-взрослому искать работу. Он до начала разводит пиццу, что совсем не похоже ни на Мерседес, ни на то уважение, которое он получал на своей прекрасной фирме. Но это работа, это зарплата, это уже, в общем-то, достойная нормальная жизнь. Вот. То есть, в этом смысле другой группа, это сила. Но это тоже имеет отношение к тому другому, о котором мы говорили, но просто сейчас уж не будем это все так мосты наводить. Наличное я у Флоринской есть, ну, духовное я было, это наличное я. Но принятие личности собеседника независимо ни от чего. Ну, вот здесь видите такие разные совершенно существа. на одном из первых занятий, вы уже помните, когда мы кратко-кратко говорили об основных понятиях диалога, вот говорили о том, что человека надо принимать таким, вот наличное я это то, как он пришел, там, может быть, еще попахивающий, там, и одет не очень опрятный, еще выглядит он не очень хорошо, если человек много пива, долго еще будет в себя приходить. наличное я может быть ужасно, ну, может быть, неприятно, но, тем не менее, когда есть понятие о духовном я, это наличное я, оно принимается, оно легче принимается, а в группе, в такой, как наша группа, оно, в общем-то, как правило, принимается легче, потому что все, если речь идет о зависимых, вылезли из одной из этой ямы, и как-то осуждать это вроде бы не с руки, ну, есть, конечно, такие люди, особо отличившиеся, которые приобретят резвость, начинают, и такой расхожий стереотип, да, что человек, бросивший пить, он начинает смотреть на всех с высока, и на тех, кто пьет, он смотрит очень так, как на людей нечистых, но на самом деле я вот такого встречала крайне редко, это какой-то миф, это редко бывает, ну, и эти люди, они недолго пребывают в трезвости, они очень быстро падают, потому что это такая позиция крайне опасная, и это очень быстро кончается, это какая-то скорее эйфория, действительно, человек, прошедший через этот ад, избавление, ну, ад, в общем-то, в самой зависимости, избавление от зависимости, как правило, не так страшно, как она сама, он не смотрится высоко, он принимает там и черненьких, и беленьких, и зелененьких, и всех, в общем, он понимает. Здесь, может быть, другой момент, вот, неприятие такое, вот, не так давно я столкнулась, например, женщина рассказывает, вот, у меня пьет муж, ну, сколько пьет твой муж, ну, вы представляете, он покупает на выходные упаковку пива, целых четыре банки, и все эти выходные он пьет эти четыре банки, ну, человек, в прошлом пьющий, начинает ее высмеивать, и говорит, что ты такой вообще, с чем ты пришла, ну, зачем ты вообще сюда пришла, что это за проблема, четыре банки, в течение выходных, ну, если человек пришел, ну, значит проблема, значит что-то не так, ну, потом выясняется, что у этого человека проблемы со здоровьем, что действительно ему пить, видимо, нельзя нисколько, потому что ему становится нехорошо от этого, не то, что он там бузит как-то, он просто, ему плохо, человек в годах уже в хорошем возрасте, в таком, ну, и это действительно проблема, то есть, вот здесь принимать-то надо любую проблему, неважно, большая она или маленькая, вот, вроде бы пришел, действительно, котеночек такой, беленький, пушистенький, а мы тут все боксеры собрались, и он, что сюда пришел-то, иди играй, с бантиком, тебе не место среди настоящих мужчин, но, тем не менее, если проблемы принесли, она заслуживает внимания, она заслуживает уважения, и личность собеседника, она должна быть принята, и его достоинство, ну, даже если он рассказывает о чем-то смешном, ну, разумеется, если он рассказывает о чем-то неприемлемом, здесь вот это, конечно, там его наличное я, оно должно быть так малость поправлено, если вдруг он немножко увлекся, но это не вопрос не принятия его, а вопрос не принятия того, что он сейчас делает и говорит, может быть, что-то там с ним надо наедине объяснить, объяснить, ну, вот сейчас любимая ненаходимость, ну, я не знаю, по-моему, почти все присутствовали, когда мы это понятие очень сложное и важное для диалога обсуждали, может быть, кто не был, может быть, руки поднимет, про вненаходимость, когда мы говорили, вот, с этой сестрой милосердия, например, правильно было, нет? Ну, вненаходимость это понятие, введенное Бахтиным, ну, вот здесь, ну, кстати, когда, вот почему я, когда ходила по залу, когда мы смотрели эти картинки, я сказала, вот легко будет говорить про вненаходимость, ну, вот ее легко сравнить, вот, действительно, здесь люди стоят в музее и разглядывают картины, вот эти двое человек в центре, они, вот находятся на том расстоянии, с которого картина будет видна, вот, лучше всего, если очень близко подойти, ты увидишь какие-то размытые пятна, если отойти далеко, ты вообще ничего не увидишь, вон там красненьким выделен молодой человек, он слишком близко подошел и плохо там увидит какие-то, ну, какую-то какафонию красок, то есть, можно ее вот с таких эстетически вот так ее объяснить, и Бахтин вообще ее называют эстетическим понятием, ненаходимость это не включение, вот при том, что мы сейчас говорили о сопереживании, о сочувствии, но это, тем не менее, не включение себя в ситуацию, это установка, опять же, на неслиянность с собеседником, он другой, он уникальный, мы с ним не обнимаемся, вместе не рыдаем, вот, это не бесстрастие, не равнодушие, это, скорее, такое, можно бесстрастие сравнить с бесстрастием, ну, тогда про сестру милосердия, ну, она просто вот здесь оказалась, почему, про нее говорили, ну, вот, ну, скажем, медсестра или там, медик какой-то должен проводить какие-то манипуляции, много крови, что-то ужасное, там, не знаю, кость торчит, если он в это вот утонет, будет думать об этой боли, об этой крови, вот, он не сможет помочь человеку, он должен отстраниться, он должен отстраниться, что-то в себе выключить, насильно, вот, как-то выйти за пределы этой ситуации, этой боли, понимать, как человеку больно, как он страдает, но главное для него сейчас помочь. Вот это вот вненаходимость, и, ну, если спуститься вот с этим, про нее можно много говорить, единственное, я хочу сказать, что кого пугает вот это вот, ну, это бесстрастие, слово, равнодушие, может быть, хочу сказать, что Бахтин, он говорил о напряженной и любящей вненаходимости, то есть ее достигнуть можно, ее, во-первых, в себе надо держать, воспитывать, и потом она всегда неразрывно связана с любовью, ну, люди смотрят на картины тоже потому, что они любят живопись, они хотят увидеть эту красоту, они хотят найти эту точку, эту дистанцию, с которой самым лучшим образом они увидят, воспримут эту живопись. также надо найти ту точку, с которой мы наиболее лучшим образом услышим человека, сможем ему помочь, вот это возможно при вненаходимости, ну, вот противоположность, это слезливое сочувствие, вот опять же, на группах созависимых, вот это вот, когда идет вот разговор, такая группа самопомощи, где просто вот собрались тетеньки, рассказывают о своих мужьях, вот они будут очень друг к другу сочетать, ну, можно даже не на группе, можно просто на кухне за чаем собраться, вот, омой вот так вот, омой вот так вот, или, ну да, ну надо же, ой, ну как же тебе тяжело, ой, бедный, я бы не знаю, как бы я, можно вместе плакать сидеть, можно, ну, помощи никакой, люди вот эти все истории расскажут друг другу, они, ну, да, проведут время там, отведут душ, что называется, ну, как-то вот, проведут время не в своем этом домашнем аду, а где-то там, вот, за чашкой чая, там, в церковной старушке, или где-то там проходит группа, но именно помощи, вот, движения вперед не будет, никакого взгляда со стороны не будет, никакого осмысления опыта, никакого получения информации, никакого обучения на чужих ошибок, ничего не будет происходить, если мы не займем эту позицию, чтобы помочь человеку, мы должны быть за пределы его, вот, этого страдания, мы должны стоять близко, рядом, видеть его, чувствовать его, сопереживать ему, но не быть вовлеченным, не утонуть в этой ситуации, потому что, ну, особенно это, конечно, касается ведущего, потому что на ведущего обрушивается очень много боли, очень много боли, ну, помимо того, что очень много проблем, которые просто надо решать, много боли, а проблемы ты не решишь, если в каждую проблему ты будешь тонуть, в каждую будешь принимать как свою собственную, и, ну, бывает, вот, там, тем более, вот я женщина, там иногда действительно, может быть, и слезы наворачиваются, я понимаю, значит, если у меня вдруг сейчас вот слеза пошла, что я утратила в ненаходимости, не то, что вот я такая вот, должна быть жесткая, жесткая, и всегда никому не сочувствовать, я ее утратила, конечно, другая крайность ее утратить так, чтобы просто стать полностью равнодушным, но это уже к выгоранию, наверное, имеет отношение, когда тебя уже, действительно, ты всех слушаешь, рассказывайте, рассказывайте, на все вопросы у меня есть ответы, но я вам не скажу, а группа сейчас все это обсудит, а я пока подумаю о том, что я на ужин приготовила, это, конечно, уже не в ненаходимости, это уже просто находимость где-то за пределами всего, и группа, кстати, чувствует, это все не проходит, все эти даже молчаливые, как бы себя вышкаленно ведущий не вел, как бы он эмпатически не слушал, не угукал, не кивал, группа почувствует, все, она не даст соврать никогда, кстати, очень интересно есть у Робертса воспоминания, он записывал, вот он первый ввел вот эту манеру записывать консультации на диктофон, ну вот как, Роджерс, которого я упоминала, которого было 34 улгу или 19, не помню сколько, на какое-то мгновение вот он слушал человека очень внимательно, ну, он это делал лучше всех на свете, умел слушать, Роджерс, и на какой-то момент ему показалось, ну, тогда еще были диктофоны, которые там, крутилась пленка, показалось, что диктофон не работает, что он не слышит звука, и он так, даже не поворачивая голову, просто стал прислушиваться к этому диктофону, ну, потом понял, что все нормально, продолжал слушать, ничем не выказав своего вот этого вот отвлечения, там, какого-то секундного, но он весь был настроен, ну, как и должен был быть, быть вообще психотерапевт, любой был настроен, ну, как какой-то тончайший музыкальный инструмент, который реагирует на малейшие, там, отклонения, на малейшую фальш, на малейшую тона, полу, тона, четвертона и так далее, и потом, прослушивая запись этого разговора, он заметил, что вот те моменты, те, там, секунды, там, или, не знаю, доли секунд, когда он думал про диктофон, собеседник как-то запнулся, что-то отвлекся, сбился, и, ну, вот, как будто бы он в окно от него, там, не знаю, отвернулся, или, там, на мобильный телефон стал смотреть, который час, то есть, вот даже вот такая вот, ну, совсем какая-то минимальная вот это вот дуновение ветерка, там, я не знаю даже, как это назвать, оно все равно, оно передается людям, которые находятся уже в таком контакте, вот, в контакте душ, ну, разумеется, мы, мы таких высот не можем достигать, у Каус Роджерс человек уникальный, это стоп, и, ну, просто гений своего дела, но, тем не менее, вот, о том, что, очень многие вещи, которые нам кажутся незаметными, люди замечают, но та же самая конфиденциальность, в самый, там, первая заповедь любой психотерапевтической группы, не выносить за пределы, уйдет за пределы, оно как-то почувствуется, я уж не говорю о том, что она просто может вернуться обычным путем, как возвращаются с плетни, там, пройдя круг, еще и преобразован, она может вернуться и так, просто дойти информации о том, что ведущий разболтывает то, что было на группе, кстати, то, что мы здесь говорим, там, тоже, понятно, особо никуда не уходит, хотя у нас дистанционное обучение тоже есть, но я надеюсь, что там правила конфиденциальности тоже соблюдается, вот, ну, какие-то вот есть вещи, которые надо постоянно помнить, что мы все время не просто разговариваем, вот, это не просто разговор, вот это слово диалог, почему еще, вот, я сочла необходимый сделать вот этот разговор, последний, может быть, не самый такой веселый из всех наших разговоров, потому что всегда надо помнить, что наше общение в группе, оно особое, и когда мы выходим из этого вот напряженного, вот действительно напряженный любящий вне находимости, вот ужасно нравится выражение, вот напряженный любящий диалог, он весь такой должен быть, вот весь как музыкальное произведение, вот оркестр играет, вот он в едином порыве, когда мы спускаемся до уровня посиделок с баранками, это чувствуется сразу, когда вдруг начинается просто разговор, просто, вот именно болтология, как часто отзываются о таких группах люди, тогда их отзыв станет справедливым, это будет просто болтология, то есть какие-то вот эти принципы надо помнить, ну, по крайней мере, вот сосредоточение на другом человеке, слушание, вслушивание, сопереживание, это все должно постоянно быть, ну, как-то вот над нами, ну, как такие правила, аксиомы, которые мы придерживаемся, ну, вот получается, как же в ненаходимость доминанта на другом, они вроде бы кажутся немножко противоречивые понятия, ну, тут все просто, ну, да, вот, я, надо бы слайд раньше сменить, что ненаходимость не имеет ничего общего с равнодушием, но сродни без страсти в духовном понимании этого слова, пристрастный человек не видит целого, одни фрагменты, тот, кто эмоционально вовлечен в ситуацию, не способен объективно оценить ее, я пропустила предблог В, вот здесь, наверное, не очень понятно, да, что там за фон, фрагменты там такие получились, и вот действительно, да, когда ты слушаешь слишком вовлеченную ситуацию, это я пропустила, что трудно ее полностью-то увидеть, вот как соотносятся эти два понятия, доминанта на другом и отстранение от его ситуации, ну, они пересекаются, вот в этой точке пересечения, вот оно и есть, то правильное положение, я хотела, чтобы оно зеленым получилось, у меня не получилось, в котором мы должны находиться, вот оно зеленое, оно такое плодотворное, то есть одновременно быть полностью в человеке, внимательно его слушать, но в то же время не проваливаться в его проблему, вот этот баланс, ну, он находится, в общем, достаточно просто, он как-то интуитивно, просто, когда выходишь за пределы, чувствуешь, что-то не тут делаешь, что-то не так, и когда он найден, вот оно, фрагменты, вот не знаю, как-то, наверное, всем видно лицо, вот мне вблизи видны больше фрагменты, вот тогда из фрагментов, вот оно целое складывается, главное лицо одно, вот это когда достигнут баланс между, вот, доминанты, как мы выискивали эти лица, и вот точкой, ну, правильное нахождение, правильной точки видения этих проблем и другого человека. Еще одно очень важное для диалога понятие, это свобода, свобода, она, в общем, во всем выражается, тут за что не, ну, очень много аспектов, в которых важна свобода, ну, вот, мы выбора цитируем, я уж не буду по второму разу о том, что я и ты свободно противостоят друг другу, там такая была сложная, очень красивая цитата, ну, свобода выбора темы, вот, об этом мы говорили, было посвящено специальное занятие, свобода выбора темы, потом, помните, мы пытались проводить занятия, и тема родилась сама, и ведущий пытался вернуть ту тему, которую все-таки он хотел сначала назначить, но вот здесь вот кораблик, он свободно плавает, ну, у кораблика есть, конечно, человек, который стоит за штурвалом, и он этот кораблик направляет, но в разумных пределах, у него практически бескрайние вот такие просторы, и здесь, ну, по ним надо путешествовать, их надо исследовать, их надо не бояться, вот, это свобода. Свобода выбора, видите, много ключей, мы обсуждаем проблемы, мы даем, может, какие-то решения, ну, советы все равно даем, хоть вроде бы есть правило, не давать советов, без советов, разумеется, обойтись невозможно, все равно будут советы, будем друг другу их давать, ну, не бывает так, что, ну, даже хотя бы косвенный совет, человек рассказывает, а вот у меня было так же, но выбор все равно за человеком, вот из этих множества ключей, которые ему предложат, будут предложены, может быть, не на одном занятии, на нескольких ключах к решению своей проблемы, он найдет сам, может быть, один ключик, другой ключик, он, может быть, их будет пробовать, но он свободен, он свободен также входить и выходить из диалога, вот это важно, что не насиловать человека, не тянуть из него клещами, его вот эту исповедь, и чтобы он рассказывал себе какие-то нелицеприятные вещи, да и просто чтобы он рассказывал о себе, пришел первый раз, не хочет рассказывать, пускай молчит, поэтому вот это опрашивание по кругу неуместно в группе диалога, потому что она тоже подразумевает в себе, есть в нем элемент насилия, вот помните тоже, мы первый раз, по-моему, мы пробовали тогда группу проводить, когда на три части поделились, вот там была одна группа, где по кругу сразу стали как-то так, вот сразу по кругу, ну это не идеологично, сразу спрашивать, ну а вдруг человек, который будет последний в этом круге, и у него будет мало времени, а он-то как раз был бы главным героем сегодняшнего дня, ну хотя бы поэтому, ну а может человек просто хочет сегодня помолчать, ну просто он имеет на это право, он хочет послушать, просто плохо себя чувствует, ну просто не хочет, вот не хочет сегодня вести диалог, или даже рассказал что-то о себе, а дальше может быть вот и не хочет, давайте не будем сегодня в этом, я рассказываю мне просто, мне и так плохо, вот но не хочу я, вот я знаю, что вот сорвался плохо, но не хочу я, его право на самом деле, ну может быть это не очень хорошо, лучше бы занятие интереснее, про что и полезнее для всех остальных, если бы мы все начали бы обсуждать, но человек свободен, и то, к чему мы уже возвращались, то, что уже прозвучало, что в общем-то все, все-все эти вещи, о которых мы сейчас говорили, они все сводятся к одному понятию любви, ну потому что действительно, вот сейчас я говорила о духовном я, и такую немножко неловкость испытывала, потому что, ну, кто рассказывать христианам православным, тем более облеченным санам, о духовном я, когда в общем-то у нас это все называется по-другому, и так понятно, ну просто для невоцерковленных или выцерковляющих людей, и это понятие, оно будет более понятным, но оно действительно такое более, скажем так, для утилитарного использования лучше подходит. Ну а когда есть любовь, вот сегодня прозвучало много цитат, что и доминанта на другом дается легко, и принятие другого дается легко, и в общем-то все эти вещи, все эти принципы диалога, они становятся легкими и простыми. Я вот себе позволю цитату из своего дневника, своего блога про любовь. «Главное умение, которому учатся люди в православной общине трезвости, любить, дрожащее, еще не отошедшее от абстинентного синдрома, оступившееся собрат, попадает в атмосферу любви, неожиданную и новую для себя атмосферу, в ту, которая единственна и способна его исцелить. Сердечнику потребна пряная чистота хвойного леса, туберкулезника горные туманы, а алкоголика дух любви. Он ощущает эту атмосферу в буквальном смысле кожей, до того она непривычна ему. Сперва обжигает, ни разу не два новички взрывались, любовь, любовь, не доела вам всю щукать, как это интересно она может лечить? Да вот как-то так, сами не знаем, как лечит и все. Химической формой таблетки ведь никто не интересуется, прежде чем начинать лечение, да, и сложновато будет нам узнать эту химическую форму. Ну, в общем, наверное, как-то так. А под конец просто признаки состоявшегося диалога, ну, это, в общем-то, есть методички, методички сегодня раздаются неограниченному количеству. Вот, но мне бы хотелось закончить на любви, поэтому, не знаю, может быть, обойдемся без признаков. Ну, в общем, тут все просто, кстати, да, это хорошая проверка. Вот первый пункт, по крайней мере, точно могу вот для себя, я всегда определяю, я знаю, получилось у меня занятие или нет. Если я еду домой, как выжатый лимон, значит, у меня занятие не получилось. Если я чувствую душевный подъем, несмотря на то, что было очень трудно, сложные, какие-то дикие проблемы и ужасные истории, значит, все хорошо, значит, был диалог. А если не было диалога, то ведущая усталость ощущала. Ну, взаимное понимание, собеседники понимают друг друга, это диалог. Когда вот уже руки не надо поднимать, это уже совсем диалог. Ну, когда еще руки поднимаем, но не пытаемся друг друга перекричать, уже все-таки близко к диалогу. И вот, ну, то, что вначале было, да, то, что подсказанную мысль, найденную всей группой, собеседник воспринимает как свое собственное, то, что не навязанное, то, что он все-таки смог ее прожить, смог ее, ну, принять уже как часть своего опыта. Вот, научиться принимать опыт чужих людей, не чужих, других людей, других даже, да, может, с большой буквы, да, как свой. То есть вот этого вот, нету вот этого противодействия, ну, как же так, это же не с вами случилась эта история. Она со мной случилась, потому что сейчас мы единое целое. Если человек рассказывает, что было так, и так-то было найдено решение, то, значит, это и я нашего решения. Если человек ошибся, значит, и я ошибся. Если он отступился, значит, и я отступился. То есть вот эта вот общность, она, ну, по крайней мере, на вот время, вот, пока мы разговариваем, она дает возможность учиться на чужих ошибках и приобретать чужий опыт так, без болезней. Все-таки хочу закончить, на любых вопросах. Если какие-то есть вопросы, я сейчас с удовольствием отвечу. Вопрос, вопрос по поводу, когда пойдет речь о задании желающих получить сертификат, ну, собственно, самый конец уже пришел, будет разослано задание тем, кто хочет получить сертификат. Задание тестовое будет разослано сегодня. Это для дистанционных слушателей. У нас будет другое тестовое задание. Оно будет разослано. Там будут вопросы разные и конкретные. Ну, в общем-то, по каждой лекции будет свой вопрос. Ну, и в том числе, там такая просьба все-таки рассказать хотя бы вкратце, чем вам был полезен этот курс, и что бы вы, чего вам не хватило. Это очень важно для меня, но и для нас, для всех вопросов, потому что, конечно, хотелось бы двигаться вперед. Чем отличаются трезвость от трезвения? Ну, это надо еще парочку занятий когда-то нам провести. Что важнее, сохранить трезвость или трезвение? Ну, думаю, что если есть трезвение, то вопрос о трезвости уже и не встанет. Так что, конечно, трезвение сохранить важнее. Говорил ли Копьев, что алкоголики не способны к диалогу? Ну, я не думаю, что он так говорил, я не знаю, наизусть его работа, но мы сейчас все эти занятия занимались тем, что говорили о том, как диалог применяется в группе для алкоголиков, поэтому алкоголики, естественно, способны к диалогу. и если бы они не были способны к диалогу, то диалог не мог бы их лечить от алкоголизма, а мы с этим занимаемся. Человек состоит из духа, души и тела, как соотносится с этим духовное я. Не знаю, это надо было спросить у Тамары Слоринской, но она, к сожалению, уже покойная. Духовное я — это такое отдельное прикладное понятие для того, чтобы человеку, не церковному, который не знает о том, что человек состоит от духа, души и тела, еще вопрос, как соотносится дух и душа, тоже можно же развить. Но это, наверное, слишком такие дебри, которые в рамках данного курса они не нужны. Духовное я — ну вот совесть, голос Божий в человеке, как оно соотносится с духом, души и телом. Как заказать тест для получения сертификата, я не знаю. Если у человека спит духовное я, то диалог с ним невозможен. Возможен только формальный обмен избитыми словесными штампами. Так ли это? Ну почему? Духовное я, главное, чтобы мы верили, пускай он спит. Главное верить, что оно есть. И главное, чтобы с нашей стороны был диалог, чтобы человек попал в диалогическую среду, чтобы мы выслушали, а это уже диалог. Вот эту цитату, по-моему, даже дважды сегодня я прочитала о том, что уже на стадии выслушивания с человеком происходят изменения, когда мы верим, что в нем есть духовное я. Пускай оно спит, пускай оно вообще уже там в коме уже, вообще никакое, он его уже довел до какого-то жуткого состояния, но оно есть, оно все равно пока жив человек, и духовное я его живо, и, наверное, потом оно тоже живо. Вот. конечно, неформальный обмен избитыми словесными штампами. Речь про словесные штампы шла для примера того, что не является диалогом, а не для примера того, что происходит с духовным я. у нас осталось буквально несколько минут, и на этом попрощаемся с нашими дистанционными слушателями, то есть мы не прощаемся, потому что мы ждем от вас тестовых заданий, которые будут проверяться, и, соответственно, будет высылаться сертификат. Вот подробности уже на экране появились все, которые касаются высылки, посылки, рассылки, рассылки сертификатов, так что, если еще какие-то вопросы, то пишите, наверное, на почту, да, и мне вот многие писали, я отвечала на какие-то вопросы, которые были связаны с ведением групп, так что можете продолжать писать. Спасибо. Всем до свидания.